На повестке дня обсуждение результатов Всероссийского съезда «Единой России». Согласно новой стратегии, партийные проекты будут объединять в смежные направления. Так, из 25 существующих сделают 14. То есть, например, социальные проекты, направленные на поддержку Института семьи, будут существовать в одном направлении под названием «Крепкая семья». До этого существовало два независимых проекта. Одноименная «Крепкая семья» и «Россия важен каждый ребенок». Пять парт-проектов продолжат свою деятельность в неизменном виде. Это безопасные дороги, единая страна, доступная среда, историческая память, народный контроль и старшее поколение. Объединять это достаточно емкие партийные проекты, охватывающие деятельность всей территории Российской Федерации, их решили не объединить. В заседании местного отделения посетил депутат Государственной Думы Константин Затулин обратил внимание на предстоящую процедуру корректировок генерального плана на местном уровне. По мнению депутата, эта работа должна быть результатом сотрудничества всех ветвей власти на федеральном, региональном и местном уровне. Краснодарский край в соответствии с законом разработки стратегии регионального развития уже год ведет работу над стратегией развития Краснодарского края. Эта работа должна быть закончена к концу следующего года. И, конечно, если наш генеральный план и стратегия развития Краснодарского края будут документами разнонаправленными, это не к чести будет ни властей на всех уровнях, ни вообще для нас и для тех, кто в Краснодаре, с точки зрения согласования позиций. Поэтому при разработке генерального плана необходимо работать не только с позиций интересов города, но и учитывать стратегии развития регионной страны. Также затронули тему предстоящих выборов президента России. На заседании местного отделения однопартийцы призвали коллег поддержать кандидатуру Владимира Путина в предвыборной гонке следующего года.